Итак, дорогие мои, здравствуйте! И этот ролик я хотел бы начать с минутки занимательной статистики. Знаете ли вы о том, что прямо сейчас вторым по популярности иностранным автомобильным брендом на российском рынке является компания Джили? И она же производит самый востребованный в России кроссовер, не считая Нивы. Я, конечно же, говорю о модели Кул Рэй. Ну а рядом со мной прямо сейчас стоит новый флагман китайского автопроизводителя, который называется Манджаро. И если учитывать совокупность всех озвученных ранее факторов, то изучение этой тачки представляет особый интерес. Этим сейчас и займемся, а также расскажем о ней во всех подробностях. Не забывайте о том, что с вас лайки и подписки, а с нас годный контент. Вы на канале Автору, меня зовут Александр Мирошкин, и мы начинаем. Итак, автор дизайна этого автомобиля Гай Биргоин, и он работает в шанхайской дизайн-студии Джили. И, кстати говоря, у него довольно впечатляющее портфолио, потому что он имеет непосредственное отношение к созданию таких моделей, как Джили Кулрэй, Джили Тугелла, Джили Атлас, а также Вольво XC 91-го поколения. Кстати, как вам дизайн Манджаро? Обязательно расскажите об этом в комментариях к этому видео, мне будет очень интересно почитать. И, между прочим, шведские корни этого автомобиля прослеживаются не только в дизайне, но и в технике, потому что кроссовер построен на модульной платформе CMA. И точно такая же тележка лежит в основе таких моделей, как Вольво XC 40, Джили Тугелла, а также полностью электрического лифтбека Пол Стар 2, обзор которого мы снимали летом, и ссылка на него будет в описании. Под капотом у Манджаро стоит двухлитровый турбированный двигатель, который выдает 238 лошадиных сил и 350 ньютон-метров крутящего момента. Сочетается он с восьмиступенчатой гидромеханической классической автоматической коробкой передач от компании iSyn. Ну а полный привод здесь реализован при помощи многодисковой муфты шестого поколения от компании Borg Varnum. Да и вообще агрегатная база у этого автомобиля достаточно серьезная. Здесь, например, использованы компоненты от таких поставщиков, как Bosch, Valeo, ZF. Короче говоря, серьезных проблем вроде как быть не должно. Но вообще-то рассуждать о надежности этого автомобиля очень преждевременно, потому что компания Jillian назвала цены на эту модель и начала принимать заказы буквально накануне этой съемки. Но поговорить о том, что в этой тачке может сломаться, можно на основе данных о надежности Jillian Tugela, потому что у купе-кроссовера такой же мотор, такая же коробка, такая же система полного привода и, как я уже говорил, та же самая платформа. Так вот, если вы зайдете в любой телеграм-чат владельцев Jillian Tugela, вы поймете, что люди не обсуждают там фатальные неисправности и не готовят коллективный иск к импортеру, а только думают о том, как улучшить свои автомобили и сделать их еще красивее. Естественно, как у любого продукта с амбициями, у Jillian Mangera есть электропривод пятой двери, а также система бесконтактного открывания. Если машина у вас закрыта, а вы подошли с брелком в кармане к тачке, то она поднимет пятую дверь самостоятельно, что, согласитесь, очень удобно, когда у вас полные руки вещей. Итак, багажник у нас по паспорту в стандартном состоянии, то есть вот в таком вот подшторку 562 литра, но если ее убрать, то под крышу можно загрузить уже 704 литра. И, кстати говоря, багажник выглядит очень и очень внушительно. Но на самом деле впечатляет он не только размерами, но и практичностью. У нас здесь есть розетка на 12 вольт, отдельная лампочка освещения, крючки для сумок и двухуровневое подполье. На первом этаже у нас располагается вот такой вот удобный поддон, куда можно побросать всякую мелочевку. Ну а если она сюда по каким-то причинам не поместится, то в вашем распоряжении карман за колесной аркой. Ну а под этим поддоном, который, кстати говоря, обшит приятным ворсом, у нас находится докатка и набор инструментов. Да, она здесь тоже есть, что очень приятно. Ну а неприятный момент, опять же, для автомобилей с амбициями заключается в том, что в багажнике Манжаро нет отдельных ручек для того, чтобы сложить спинки сидений второго ряда. Это приходится делать исключительно из салона, потому что дотянуться до них из грузового отсека довольно-таки сложно. Итак, зато если мы сложим их, то у нас образуется почти идеально ровная поверхность, а значит вещи внутрь можно закатывать вообще без каких-либо проблем. А если учесть, что порога здесь почти нет, а погрузная высота весьма комфортная, то погрузку вещей в этот автомобиль можно назвать очень удобной. И еще один важный момент. Несмотря на то, что Манжаро по своим габаритам сопоставим с такими моделями, как Kia Sorento и Hyundai Santa Fe, третьего ряда сидений у него быть не может. Даже в Китае. Место сзади просто вагон. Вы посмотрите, я сижу сам за собой, за сидением, которое отрегулировано под меня, и колени в спинку этого сидения вообще не упираются. А ноги под него, опущенные в пол, можно затолкать без каких-либо проблем. Плюс ко всему пространство остается над головой, и это несмотря на панорамную крышу. И, кстати говоря, обратите внимание, то, что потолок здесь обшит приятной черной алькантарой. Из приятных мелочей у нас имеется отдельная зона климат-контроля, подогрев дивана, два USB-порта и кармашек под ними, куда можно, например, положить свой гаджет, пока он заряжается. Также у нас тут есть откидной подлокотник, в него встроена пара подстаканников, и он тоже полностью обшит кожей, что очень приятно. Наконец, в Манжаро можно отрегулировать угол наклона спинки заднего дивана. Правда, делать это не очень удобно, приходится тянуться к этой вот ручке и только так менять положение. Диапазон регулировок я бы не назвал широким, однако подобрать оптимальную геометрию для себя можно, а в дальней дороге это всегда плюс. И, пожалуй, единственное, чего мне здесь не хватает, это шторок на окнах. С другой стороны, сами окна у нас стонированы, а значит, это не так критично. Ну а спереди Джили Манжаро впечатляет еще сильнее. Давайте начнем с материалов отделки, потому что они здесь очень классные. Даже нижняя часть передней панели здесь обшита натуральной кожей и прострочена настоящей ниткой, у которой, кстати, есть еще и градиент. Я такого в других автомобилях пока не встречал. И, кстати говоря, у нас на тесте не самая дорогая модификация. Ну а в самом топе у Манжаро будут сидения, обшитые замжи изумрудного цвета. Вот как это выглядит, и, согласитесь, это довольно офигенно. Что касается удобства посадки за рулем, то здесь вообще никаких претензий. Сидения отличные. Здесь классная боковая поддержка, при этом она не стискивает вас, а нормально удерживает в поворотах. Подушка нормальной длины, диапазон регулировок тоже отличный, ну а баранка настраивается, естественно, как по вылету, так и по углу наклона. Правда, все приходится делать механически, и для статуса настоящего махрового премиума здесь не хватает электропривода рулевой колонки. Но сидений он, естественно, есть. Что касается практичности, то здесь платок для телефона, пара подстаканников, в большой бокс под центральным подлокотником, еще есть карманы в дверях большие, большой бардачок, и обратите внимание на вот этот вот маленький крючочек, куда можно повесить какую-нибудь сумку, если вы не хотите класть ее в багажник. Но самая крутая фишка интерьера этого автомобиля, это, конечно же, три экрана на передней панели. Диагональ каждого из них 12,3 дюйма, один отвечает за приборную панель, и он оформлен максимально минималистично, простите мне такой оборот. Здесь собраны только самые необходимые вам данные, все читается хорошо, короче говоря, очень приятная приборка. Единственный момент заключается в том, что не забывайте включать темную тему в ночное время суток, и она может переключиться автоматически, но не забудьте активировать эту функцию, потому что ехать ночью с вот такой вот белой блямбой перед глазами не очень удобно. Плюс ко всему, все показания приборов дополнительно дублируются на проекционный дисплей. Центральный экран отвечает за все развлекательные функции и организован он примерно так же, как и меню в любом смартфоне. Разобраться с ним можно без каких-либо проблем. Но самый главный и неприятный нюанс в случае с этой мультимедийкой заключается в том, что здесь нет ни Apple CarPlay, ни Android Auto. Вместо него какой-то собственный протокол, который называется Carbid Link, и для его использования нужно качать отдельное приложение на телефон. И почему в Geely не могут интегрировать нормальные протоколы, которые используют все, я, к сожалению, не знаю. Ну и, конечно, отдельный экран предусмотрен для переднего пассажира. Он, по сути, дублирует функции центрального дисплея, но там еще можно посмотреть фотки и видео. И, кстати говоря, можно переключать приложение между этими дисплеями. Например, включаем мультимедиу, ждем, пока все загрузится, выключаем звук, берем три пальца и тремя пальцами смахиваем все на соседний экран. Пожалуйста, радио у нас переместилось к пассажиру, и теперь он может выбирать подходящую станцию. Ну а если вам по каким-то причинам не очень нравится, что у вас горит дополнительный дисплей, а человека перед ним нет, то смахиваем вниз, и второй экран можно принудительно отключить. Согласитесь, функция очень удобная. И, несмотря на такую максимальную цифровизацию, в интерьере Манджаро осталось место для традиционных и очень удобных решений. Например, почти всеми функциями климат-контроля можно управлять при помощи обыкновенных аналоговых, физических и очень больших клавиш, что действительно удобно. И, кстати говоря, здесь тоже есть одна очень интересная особенность. У Манджаро есть электрообогрев лобового стекла, вот если присмотреться, можно увидеть нитки. Однако, для того, чтобы его включить, не надо лезть в глубины мультимедийной системы, достаточно нажать на вот эту кнопку, которая включает максимальный обдув на лобовое стекло два раза. И, кстати, вообще с теплыми опциями здесь неплохо. Есть подогрев сидений и есть подогрев руля. Однако, включается он не так удобно, как и подогрев лобового стекла. Для этого придется лезть в мультимедийку, искать соответствующую вкладку и тыкать там прямо на изображение руля. Но подогрев, кстати, здесь трехступенчатый. Однако, для тех, кто не хочет заморачиваться, когда садится в холодную машину и хочет, чтобы сразу все было теплое, можно этот автомобиль запрограммировать так, чтобы подогрев руля здесь включался вместе с запуском двигателя. И, кстати, он у нас заведен. И пора бы нам уже покататься. Этот тандем мотора и коробки передач приятно радовал уже на Джиле Тугела. И на Манджаро он тоже совсем не раздражает, несмотря на то, что это более крупный и более громоздкий автомобиль. Динамику, конечно, не назвать ошеломляющей, но уверенно чувствовать себя даже в плотном и даже в достаточно быстром потоке можно без каких-либо проблем. Особенно, если перевести управляющую электронику в спортивный режим. В комфорте Манджаро такой достаточно вальяжный, он не очень остро реагирует на педаль газа, но как только включаешь спорт, появляется приятная живость, но не возникает дурацкой дерготни, которая периодически появляется в спорт-режимах у других автомобилей. А еще изменения режима в этом автомобиле влияют на настройки усилителя рулевого управления. И вот это уже не так здорово, потому что если включить спорт, баранка неприятно каменеет и на ней становится слишком много синтетического усилия. Ну а обратной связи от нее дождаться почти невозможно. Поэтому я бы лично выбрал настройки силового агрегата в спорте, а руль в комфорте. Это было бы отличное сочетание. Но, увы, здесь такого режима не предусмотрено. Зато, как, например, в автомобилях Kia, здесь есть так называемый интеллектуальный вариант, когда машина сама подстраивается под ваш стиль вождения. Я включил его один раз, не понял, зачем он нужен, и вернул все в спорт. Продолжаем мириться с окаменевшим рулем. К плавности хода у меня тоже есть некоторые замечания, потому что на малом ходу кажется, что джили-манжаро грубоват. Если вы едете в пробке, ну, в такой, не в стоящей, а вялотекущей, скажем, со скоростью 15-20 км в час, на каждом стыке, на мосту или на канализационных люках, на трамвайных путях, которые лежат поперек дороги, кроссовер будет прям ощутимо вздрагивать. Но как только скорость станет немного больше, эта подвеска уже начинает куда лучше разглаживать дорожное полотно, и информации о дефектах внутрь поступает куда меньше. И в этом вопросе от джили хотелось бы чуть больше определенности, то есть, чтобы и на малом ходу этот автомобиль оставался комфортным. С другой стороны, эти легкие проявления грубости можно списать на крупные колеса. У нас, я напомню, на тесте машина в средней комплектации, и ей уже положены 20-е диски. И что-то мне подсказывает, что на дисках поменьше и с шинами попухлее этот автомобиль будет куда благороднее. А теперь еще один очень занимательный факт о подвеске Джили Манджара. Она вызывает некоторые вопросы в городе, но на разбитых дорогах это шасси может вас очень приятно удивить. После того, как мы записали все слова для этого видео, у меня появилась возможность бодренько прохватить по дороге состояние, которое не назвать хорошим даже с большой натяжкой. Часть асфальта просто испарилась, а оставшийся на поверхности снег превратился в коллекцию ледяных кочек и колеи разной формы и размера. И, как правило, даже на кроссоверах в таких условиях хочется замедлиться, но не в Джили. Подвеска не допускает ни ударов, ни подскоков, ни раскачки. Автомобиль монолитно стоит на траектории, послушно следует за рулем, а сам руль изолирован от ударов. Да и трясет салонию весьма умеренно. Ощущения такие, будто едешь на раллийной машине, а еще в таких условиях Манджара очень адекватно замедляется, потому что колеса не скачут по кочкам, а постоянно соприкасаются с поверхностью. За такую настройку зачет. Что касается управляемости, то она тоже никаких ярких впечатлений не вызывает. Машина прекрасно держится напрямую, также прекрасно цепляется за траекторию в поворотах, реагирует на работу баранкой без особых задержек. Но вот какой-то эмоциональной связи с этой тачкой не возникает. С другой стороны, едет она достаточно безопасно, и кажется, это лучшее качество для крупного и тяжелого кроссовера. А вы как считаете? Обязательно расскажите в комментариях. А вот за шумоизоляцию Манджаро хочется исключительно похвалить. Это действительно очень и очень тихий автомобиль. Да, голод колес немного проникает в салон, но опять же, это связано с тем, что шины здесь довольно крупные. Зато никаких посторонних шумов в автомобиле почти нет, и спасибо за это нужно сказать в том числе двойным стеклам, а также шумоизоляцией в дверях. Ее там столько, что как только ты открываешь дверь и тянешь ее на себя, понимаешь, что шумки там совсем не пожалели. Ну и естественно, как и любой современный, особенно китайский кроссовер, Джили Манджаро буквально нашпигован всякими электронными ассистентами и помощниками. Здесь есть и адаптивный круиз, и функция удержания в полосе, и система предупреждения о том, что у вас в мертвой зоне появился автомобиль, а вы об этом еще не знаете. Но в отличие от многих других моделей, здесь ассистенты настроены на куда более корректную работу и меньше вмешиваются в процесс управления машиной. Да, может немножко пожужжать руль, если вы захотите перестроиться без поворотника, но машина не будет насильно отруливать в сторону, думая о том, что сейчас вы врежетесь в забор. Ну а что в Джиле Манджаро немного не соответствует статусу современного автомобиля с премиальными амбициями, тем более автомобиля из Китая, так это система кругового обзора. Да, она здесь есть и пользоваться ей удобно, но нормально она функционирует только при дневном освещении. Как только солнце заходит, увидеть в эти камеры можно разве что автомобиль, который стоит за вами и у него включены фары. Поэтому при парковке будьте, пожалуйста, осторожны. Вы знаете, как только я забрал этот автомобиль и готовился к этой съемке, я поймал себя на мысли, что в последнее время слишком часто говорю фразу возможно это самый лучший китайский автомобиль, который мы когда-либо видели. И на самом деле Джили Манжаро идеально соответствует этому статусу. Однако, рассуждая об этой тачке, очень не хочется привязываться к ее национальной принадлежности, потому что Манжаро хорош сам по себе, а не как китайский продукт, который наконец-то сумели довести до ума. Да и вообще компания Джили достаточно давно делает хорошие машины, за которые совсем не стыдно и за рулем, которых интересно ехать. А еще не забывайте о том, что у этого автомобиля классно настроенный силовой агрегат. В конце концов, у него три экрана на передней панели и они, между прочим, выглядят невычерно. Плюс ко всему, Манжаро предлагает вам большой багажник, который точно справится с обслуживанием семьи из трех-четырех человек без каких-либо проблем. Да и стоит этот автомобиль адекватных по сегодняшним меркам денег. В базовой комплектации за Манжаро хотят 4,5 миллиона рублей. Ну а самая дорогая кучерявая модификация с самшевой отделкой сидений обойдется в 4,8 миллиона рублей. Конечно, я не хочу сказать, что это дешево, но посмотрите на конкурентов. Те же Kia Sorento и Hyundai Santa Fe сегодня будут стоить дороже. Да, они предлагают третий ряд сидений, но давайте посмотрим правде в глаза. Насколько часто вы им пользуетесь и как часто вообще возите в машине больше пяти человек. Конечно, для полного счастья Манжаро не хватает, например, выбора силовых агрегатов. Было бы совсем неплохо, если бы для этой модели предлагали какой-нибудь 190-сильный дизель, ну или хотя бы какой-нибудь гибридный силовой агрегат. Просто, чтобы у покупателей был шире выбор. Ну и очень хотелось бы, чтобы Джили допилили уже всякие досадные мелочи. Ну, в конце концов, хотя бы Apple CarPlay и Android Auto в мультивидейку добавили. Ну, сколько можно-то уже. Ну, а на этом все. Теперь вы знаете от Джили Манжаро все, что нужно знать о нем прямо сейчас. Не забывайте о том, что с вас лайки и подписки, а с нас годный контент. Берегите себя. Скоро увидимся.